Наверное, каждый, кто хоть раз бывал в центральной части поселка Фрианово, не смог остаться равнодушным. Господский дом усадьбы Фрианово, построенный в начале 19-го столетия, поражает воображение. Возведенному на каменном основании строению, выполненному из сосновых и дубовых бревен, удалось сохранить свой первоначальный облик, что большая редкость. Усадьбе в этом году исполнилось 220 лет, и в зале господского дома, а ныне музея, состоялись торжества в честь юбилея. Перед нами и ряд главой стоит огромная задача, и главная задача попасть в программу реставрации усадьбы Фрианово. На сегодняшний день мы стараемся подтвердить новый проект. В этом году, учитывая, что 220 лет такой праздник, мы постарались обновить фасад и сделать какие-то подготовительные уже, скажем так, работы для того, чтобы усадьба приобрела обновленный вид. Сегодня в усадьбе вновь звучит музыка, и ее звуки, словно из прошлого, погружают гостей званого вечера в атмосферу давно ушедших лет. В центральном зале собрались работники учреждений культуры, коллектив, музей. Фриановцы – люди, неравнодушные к судьбе усадьбы и ее истории. Усадьба – это не только памятник архитектуры, не только какое-то историческое место известное, но это реплиняющий родной дом. Нам в качестве подачи я принесла документы 1896 года, касающиеся коронации Николая Сарова. Сегодня усадьба знакомит посетителей со своими владельцами, основателем, который внес свой вклад в развитие шелковой промышленности России Иваном Лазаревым, действительным статским советником, дворянином, заводовладельцем и меценатом. Он унаследовал шелковую фабрику во Фрианове от отца, затем расширил производство, а в 1801 году граф построил усадьбу. Фриановская усадьба, она замечательна тем, что это один из немногих деревянных памятников, который дошел до наших дней, и, в общем-то, довольно такой большой памятник. Она дошла до наших дней, но считается, что в очень хорошем состоянии, то есть без таких каких-то серьезных перестроек, хотя, конечно, они были. Были у усадьбы разные владельцы. В 1857 году ее вместе со старинной шелкоткатской фабрикой приобрели купцы Залогины. Их рот и владел домом, а также предприятием до 1917 года, а после настали другие времена. Усадьба пережила разные события. Во время СССР здесь располагались и ясли, и школа, и дворец культуры. Флигели были использованы как жилые помещения, и только спустя десятилетия потомки последних владельцев смогли войти в дом, где жили их близкие. Сегодня Залогины – частые гости музея. Когда первый раз я зашел в этот дом, это было, сейчас я вспомню, в 1982 году. Мы с молодой супругой решили посетить, я много слышал от своих родных, от своего деда, который здесь провел свое детство. Его очень часто спрашивали, и моя мама, и его дочь, ты не хочешь, верну, ну, приехать, посмотреть. Он говорит, нет, нет, девочка моя, там прошли мои лучшие годы, я не хочу увидеть этого запустения. А вот сейчас, я думаю, он поприехал. То, что здание сегодня предстает перед нами практически в своем первозданном виде, случай редкий. Во многом не потерять архитектурный памятник помогло то, что господский дом никогда не был заброшен и в зимнее время отапливался. Его всегда окружали люди, и сегодня история усадьбы продолжается. Это значит, что у ценителей архитектуры и искусства есть возможность посетить музей, прогуляться по парку и прочувствовать удивительную атмосферу прошлого. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.